Слава нашему Господу! Мне кажется, сегодня и тот вечер, который мы имеем, и эти наглядные примеры, которые мы можем смотреть, так вот со стороны смотришь, и сердце сжимается, думаешь, Господь, вот у людей случается такое горе, и они могут это перебороть в себе, найти это чувство благодарности, воздать Тебе славу. И мы на это смотрим и благодарим Господа, что нас оно миновало, что у нас этого нет, потому что Бог дает по силам. Бог знает каждого из нас, насколько ты сможешь быть благодарен. И можно посмотреть в нашу жизнь, может, у нас нет вот таких вот ярких случаев в жизни, но Бог ищет благодарность в наших сердцах. У нас все хорошо, мы имеем ноги, руки, здоровые детей, имеем все, имеем пропитание, насколько мы благодарим нашего Господа. Я не хотел говорить другую тему, готовил, но когда я эти все свидетельства, и первый брат говорил, и это все, я думаю, надо говорить о благодарности. Наша благодарность, она не зависит от того, насколько мы что имеем, или насколько мы чего-то не имеем. Мы не благодарим Бога только потому, что у нас здоровые дети, мы не благодарим Господа за то, что у нас есть здоровье. Мы благодарим Господа, и наша благодарность, говорит, за все благодарите, всегда благодарите, в молитве будьте постоянны и бодрствуйте с благодарением. Почему? Потому что наше благодарение основано на том, что Бог открылся нам. И мы за это Его должны благодарить. Не потому, что у нас все хорошо, не потому, что у нас здоровье и все остальное. Мы за это благодарим Господа, и нам легче за это поблагодарить. Но когда приходит какое-то испытание в нашу жизнь, такое испытание, что мы не можем человеческим умом понять его, или как-то найти даже какое-то оправдание, а мы благодарим Господа, потому что Он остается верным. Мы в Его руке, и то, что постигает нас, этому допустил быть Бог, и мы за это благодарим Его. Местописание, которое я хотел бы вам сегодня предложить, это послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. Думаю, довольно-таки знакомые местописания. Римлянам 1, 21. «Но как они, познавши Бога, не прославли Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось неисмысленное их сердце, называя себя мудрыми, а безумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобен тленному человеку». Я не буду приводить никаких примеров, я думаю, было достаточно этого свидетельства, чтобы их только взять, их семью, как для примера, для моей проповеди. «Но как они, познавши Бога, не прославли Его, как Бога». Я думаю, что каждый из нас, человек, который старался приблизиться к Богу, искать Его воли, искать цели своей жизни, чтобы приблизиться к Господу, обязательно приходит испытание в твою жизнь. А испытание мы не можем... Смотрите, что если мы хотим приблизиться даже к солнцу физически, мы сгорим, если не будем на такой же температуре, как само солнце. Подлетай к нему, все сгорает, если ты не будешь на такой же самой температуре, как солнце. Поэтому мы говорим, «Господь, мы хотим Твоей близости, мы хотим Твоего присутствия, мы хотим исполнять Твою волю». Говорит, «Это ты серьезно? Приготовь свое сердце, потому что я буду плавить Тебя, я буду изменять Тебя. Если Ты хочешь быть в моем присутствии, в моей святости, я буду освящать Тебя». И мы тогда стоим перед этим выбором и говорим, «Господь, действительно я хочу и ищу Тебя в своей жизни. Или мне просто нравится быть духовным младенцем, когда Ты меня просто кормишь, когда Ты меня подмываешь, когда Ты меня ложишь спать, и мне всегда приятно, мне что-то нужно, я заплакал, Ты мне дал, и мне нравится младенческое такое состояние, я к нему привыкаю, я не хочу ничего другого». Господь говорит, «А я хочу мужа совершенного из Тебя сделать, я хочу Тебя иметь такого, как взрослого, чтобы поговорить с Тобой, посоветоваться, поговорить с Тобой, мне нравится общаться с Тобою». Когда ты можешь говорить нормальным языком, как взрослый человек, а не как ребенок, плачешь, непонятно, что ты хочешь. Но чтобы ты достиг этого, много трудностей нужно пройти каждому из нас. «Но как вы, или как они, апостол обращается к кремлинам, но как они, познавшие Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». Вот Таня с Павлом, они взяли с собой такую цель, я думаю, не обидятся, если я больше сегодня упоминать их в моей проповеди. «Они поставили перед собой цель, Господь, прославься через меня, сделай, используй меня для Своей славы, я отдаю Тебя для служения Тебе, чтобы Тебе было приятно, чтобы Ты был прославлен». Это пришло такое, вот они говорят, мы приблизялись к Господу, пришло познание Бога. Он как-то по-другому открылся им, они начали чувствовать присутствие Господня больше, чаще, глубже. Но что-то приходит в их жизнь. Они познали Бога глубже. Бог открывается им, и не прославили Его, как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. Омрачилось несмысленное сердце их. Наше благодарение Господу, оно зависит на откровении Бога в нашей жизни. Чем больше Бог открывается нам, тем мы больше благодарим Ему, тем мы больше можем доверять Ему. И Бог проявил себя в этой семье вот таким вот примером в их жизнь. И Он смотрит, вот возблагодаришь ли ты, или осуетись со своим умом. И у тебя выбор, либо ты прославишь Господа, будешь благодарить за эту участь, будешь в присутствии Божьем, будешь использованным Богом, да, будет тяжело, рука Господа будет на тебе. Или у тебя другой выбор, не возблагодарить, осуетиться, и конечное омрачение ума. Вот человек может суетиться. Суета, это не то, что я работаю по 12 часов на работе. Суета, это не потому, что я много делаю работы по дому или смотрю за своими детьми. Суета, это состояние нашего духа. Когда мы стоим против Бога и хотим сами что-то сделать. В этом случае мы понимаем, доктора помочь не могут, никто помочь не может. У меня выбор только быть с Иисусом или всю жизнь идти против Него и иметь этот омраченный ум. Дальше я не хочу многое даже читать, что случается с этими людьми, которые идут против Бога. И 23 стих. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Вот Господь хочет проявиться через то, что мы даже представляем какой-то другой образ этому даем. Мы думаем, вот Бог не может так со мной поступить. Почему это пришло в мою жизнь? Что-то по-другому должно происходить. И у меня другое понимание Бога. А Бог говорит, ты ищешь меня. Ты хочешь быть со мною? Ты пройдешь через этот путь. Этот путь будет путем благословения для тебя, потому что я буду с тобой. Аминь. Я думаю, чтобы каждому из нас, смотря на эти примеры, посмотреть в свое сердце. Благодарю я Господа, насколько я познал Его. И ты можешь посмотреть, если твоя молитва, и ты не бодрошуешь в молитве с благодарением, а у тебя только просьбы, как у маленького младенца, Господи, дай, Господи, болит, Господи, то... Вы можете проверить сами себя. Насколько мы познали Бога. Насколько Он может говорить с нами, как со взрослыми детьми. Насколько Он может нам что-то доверить. Или мы только на что-то прижали, и мы уже плачем. Это не без того. Мы все люди. Мы немощны, мы слабы. Но у нас есть Господь силен. И если мы познали, как Иоанна пишет, отцы, мы познали безначального, бесконечного. Бог, Который у нас есть, у Него нет предела Его власти. Это Бог всемогущий. Но когда приходит проблема в нашу жизнь, и мы смотрим на проблему, и мы на нее смотрим, и оно приходит вот это вот в наше сердце, в наш разум, и мы стоим перед тяжелым выбором. Всю жизнь я хотел посвятить Богу, но приходит какой-то неприятность в мою жизнь, какой-то случай нехороший пришел в мою жизнь. Я стою перед сложным выбором. Я хочу сказать вам, если мы знаем Господа, Он не даст нам больше наших сил. Он Отец наш. Он не пришел для того, чтобы сломать нас. Он не есть враг душ наших. Он Отец наш. Он хочет изменить нас, приблизить нас к себе, чтобы мы горели для Него. Аллилуйя. Второе место, которое хотел бы предложить вам, это Филиппийцам, 4 глава, 6 стиха. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошениях с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том, помышляйте. Наше сердце и наш разум это туда, когда приходят мысли в наше сердце и в наш разум. Разум является вообще полем битвы, где у нас сражается одна мысль с другой, мы стоим постоянно перед выборами. И это в наших мыслях происходит война, и там кто-то выиграет, кто-то один, а держит верх. И филиппийцам Павел пишет, братья говорят, вот посмотрите, что честно, что истина, что только добродетель и похвала, о том, помышляйте. Тогда вам будет легче приносить Господу жертву благодарности, будет легче благодарить Господа, когда мысли наши будут о горнем, будут о Божьем воздать Ему славу. А представьте, есть ли мысль у человека о земном, о своем, только о себе, и тут вдруг кто-то посягает на мое, что будет твориться в сердце этого человека. Я думаю, что вы не хотели бы встретить этого человека. Это был бы неприятный такой собеседник. Но Бог говорит через свое слово, братья, наконец, вот самое основное, держите свой разум, то, что истина, что честно, то, что только добродетель и похвала, о том, помышляйте, легче будет жить, если мы будем контролировать наш разум. И Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении не без того, мы всегда просим, всегда молимся с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот свои желания открыть с благодарением. Когда мы открываем свои желания, мы хотим хорошего, мы хотим доброго. Мы никто не думает, что кто-то из нас молится, Господи, как Давид просил, да, испытай меня, узнай меня, проверь меня, расплав меня, через горнило проведи меня. Мы не молимся так, мы просим, Господи, дай милость Твою, проверь меня, но помилуй меня, потому что мы знаем свою внутренность, потому что мы знаем свою несостоятельность перед Богом, и Он знает нас. Поэтому Он нежно, как Отец, разговаривает с нами. Поэтому Он дает нам по силам для того, чтобы исправить нас, и чтобы наше сердце, оно не осуетилось, но возблагодарило. Если мы осуетились, это значит, мы стали противниками Богу. Если возблагодарили, значит, мы приняли Его путь, мы приняли Господа, мы приняли Его сторону, мы идем Его путем, мы благодарим Его. Это в любой ситуации нашей жизни. Мы стоим, либо нам противиться Господу, либо благодарить. Либо мы будем налаживать посты, будем просить Господи, вот путь будет, как я хочу. Вот пусть будет по моей воле. Поэтому часто так люди могут просить, приходить даже в искушение, потому что и тут против воли Божьей. Господь говорит, возблагодари на том, что ты имеешь. Ты получишь благословение, получишь благодать мою, помазание мое. Только во мне это все содержится. И Божья благодать, она стоит в том месте, где Он хочет видеть тебя, а не туда, куда ты хочешь пойти сам. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть, когда они уже сами разговаривали, говорили, да, когда они правильный выбор взяли, говорит, Господи, мы соглашаемся с Твоей волей. Мы принимаем этого ребенка, как он есть. Дай нам полюбить его. Господи, помоги нам. Мы хотим идти Твоим путем. Пришел этот мир Божий, который превыше всякого ума, который соблюдает ваши сердца, помышления ваши во Христе Иисусе. То, что Господь, Христос, Бог наш, какая есть Твоя воля к моей жизни. Может, Бог испытывает в наших каких-то мелочах по сравнению с этой историей. А насколько мы благодарим Господа. У нас может какая-то авария маленькая, и мы уже расстроились. Мы уже так вот негодуем на всех. Вот, ну почему меня там подрезали, почему меня ударили, или что-то произошло. Мелочь в нашей жизни, а нам сложно поблагодарить Господа. Почему? Потому что наше благодарение, оно основано на познании нашего Бога. Не обстоятельства диктует нам благодарить Бога или нет. Не жизнь наша, не условия, не сюрпризы этой жизни говорят нам благодари, не благодари, но познание нашего Бога. Если мы познали Бога как безначального, мы будем радоваться. Господь, еще одно испытание в моей жизни. Ты проводишь, ты хочешь меня сделать чище, ярче для твоей славы. Аллилуйя. Иногда, может, пару лет назад я говорил на эту тему, говорил, что когда смотришь на людей, в людей в жизни ничего не происходит. Они спокойно себе живут, вроде христиане, вроде служат Богу, у них в жизни ничего не происходит. Вот нет ничего, у них благословение, как можно сказать. Все гладко идет в жизни. Думаешь, Боже, а почему у меня тогда одни проблемы? Почему тогда у меня здесь искушение, там какая-то проблема, здесь я думаешь, Господи, что происходит со мной? А Бог говорит, кого люблю, того наказываю, воспитываю, хочу сделать лучше. Ты мне нужен в уделе моем, но ты мне нужен в лучшем состоянии, чем ты находишься сейчас. Поэтому я хочу тебя испытать, поэтому я хочу тебя переплавить, поэтому я хочу тебя использовать, но не сейчас, а когда ты пройдешь все эти испытания. И последнее место. Ну, где-то оно у меня уже потерялось, поэтому я не буду больше его читать. Но хотел бы немного сказать одно, чтобы наше познание Господа, оно постоянно увеличивалось. поэтому мы иногда думаем, почему в моей жизни пришло одно или другое испытание. Господь хочет поднять тебя на новый уровень в общении с Ним. А как тебя по-другому к себе позвать? Как же тебя по-другому к себе приблизить? Если добровольно ты не идешь, добровольно ты не хочешь, ты не бежишь к Господу, а бежишь, чтобы сделать себе хорошо, своей семье хорошо. Это неплохо, но Господь должен стоять на первом месте. Потом, когда приходит в нашу жизнь мы, когда же в мире говорят, что если беда, так и до Бога все бегут, горе, так и до Бога. А как по-другому? Кому нам еще идти? Тем более, мы верующие люди, мы понимаем, что Бог, Он не только тогда, когда у нас горе, Бог Он всегда. Когда нам хорошо, мы благодарим Бога. Когда у нас проблема, мы благодарим Бога. Не потому, что нам плохо, а потому, что с нами Бог. Он не оставил нас одних, Он проходит вместе с нами. чтобы опасность всего того, что если мы не благодарим Господа, это омрачение нашего ума. Вот смотришь, были нормальные христиане, были нормальные люди, служили Господу, потом с ними что-то происходит. У них в жизни что-то поменялось, поменялся ориентир их жизни, цель их жизни, меняется стиль их жизни. Думаешь, что происходит с людьми? Господи! Они не благодарят Бога, когда Он открылся им. Когда Бог открывается им больше, через какое-то, может, испытание в их жизнь, а они не хотят это принять, они противятся Богу. Они не хотят благодарить за это, они осуетились, начинают найти выбор, или найти выход из ситуации своим умом. Они напрягаются, хотят поменять то, чему Бог предопределил быть. Ты не поменяешь, человек Господь дал этому быть. чтобы нам не идти против Него, но благодарить Его. Чтобы не пришло то, что приходит в жизнь омрачающих людей, омрачение ума. Когда мы читаем дальше, что происходит с этими людьми, это страшные грехи. Как к этому можно было дойти? Очень просто. Господь открылся, Господь проговаривает, человек отвергает и осуетился, омрачился. А началось всего. Не возблагодарил. Бог открывается, нужно поблагодарить. И чем больше, Бог открывается нам. Он хочет приблизиться к нам. Он хочет общаться с нами. Помните историю с Авраамом? Бог говорит, как я могу что-то сделать, не сказать об этом своему другу Аврааму? Приду, скажи ему, поговорю с ним. А Авраам не сидел, и что-то рассказал, о, опять гости идут, опять им нужно готовить, опять им нужно что-то делать. Он не начал суетиться в своем уме. Он принял, омыл им ноги, принял себе в шатер и получил то благословение, которое Господь приготовил для них. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы то, что происходит в нашей жизни, нам принимать с благодарением. Не спешить суетиться своим умом и искать выхода какого-то своего человеческого. Знайте, доверьтесь Господу. У Господа есть выход. Аминь.